Насаженная мысль, что мы ничего не можем сделать. А оказывается, можем. То, что люди поверили вообще в себя, в то, что они могут за полтора месяца, это вот их заслуга. Мы будем когда-нибудь жить в государстве, в котором мы не будем бояться людей, которые призваны нас охранять и защищать. Я не планировала, наверное, во всем этом участвовать изначально. Но в тот день, когда Виктора задержали, в его аккаунте выложили видео, о каком сыном поют для чарапахи под гитару. И вот это видео стало для меня каким-то таким триггером, потому что я в первую очередь увидела не политиков, не людей, которые продвигают свои лозунги, а людей, которые искренне смеются, отдыхают, которые могут с друзьями, с семьей хорошо проводить время. Вот в тот момент по-настоящему поверила, что плохой человек не может так вот хорошо, по-доброму смеяться. И после этого мне очень захотелось поддержать Виктора и сына, высказать им слова поддержки, чтобы у них были силы все это пережить и со всем справиться. Это своего рода такой, не знаю, можно ли это назвать протестом. Это покажет тем, кто будет видеть эти письма, что есть люди, которые не согласны с тем, что происходит сейчас. Я думаю, ему будет приятно прочитать слова поддержки, видеть, сколько людей его поддерживают, думать о нем. А я поблагодарила его за то, что он попытался и за то, что он сделал для нашей страны. Уже потом, скажем так, после того, как его посадили, я начала читать, почему их решили посадить, скажем так. И я нашла очень много интересных статей. Он действительно очень много всего сделал. Он помогал детям, он очень помог культуре Беларуси. Сначала я думала, что буду писать, потому что не терплю несправедливость. Но послушав ваше выступление, интервью, я поняла, что мы, люди, должны быть просто вместе, особенно в трудную минуту. Обидно мне было. А потом я переслушала много интервью Виктора Дмитриевича и решила, что нет. Что просто вот сердечность, доброта, поддержка, вот это мной, наверное, больше двигало. Помочь человеку сказать, что он не один, что именно мы вместе. Отправляла с надеждой, что будут передавать ему эти письма. Что почитает он их и поймет, что он не зря вообще занялся делом объединения нас, что ли. Он этого же хотел добиться. Показать, что мы все вместе, мы дружный народ. Хотела зарядить своих друзей, которые боятся даже отлайкать посты, боятся подписаться под ними, боятся, сами не могут объяснить, чего. Хотелось вот в них селить надежду, что мы просто от души, по доброте. И в этом нет ничего плохого, поддержая человека в трудную минуту. Эти открытки пройдут через главпочтам, пройдут через почтальона. Возможно, они дойдут до КГБ и люди, которые это будут передавать. Я надеюсь, что когда они будут читать фамилии адресатов, и когда они будут видеть, какое большое количество открыток и писем, пришло, возможно, кто-то из них о чем-то задумается и, может быть, в сердце что-то лепнет. Я пожелала им здоровья в первую очередь, пожелала им держаться, напомнила о том, что их ждет здесь большое количество людей. И что все, что они сделали, то, что люди поверили вообще в себя, в то, что они могут, это, ну, собственно, благодаря им. Ну, вот за полтора месяца это вот их заслуга. Мне стало легче, и недавно весна разместила еще несколько политзаключенных, и я думаю, написать им письма тоже. Я не думаю, что то, что происходит сейчас, это законно. Даже с моей позиции, человека, который не особо, скажем так, разбирается в политике или разбирается в финансах страны или в чем-то еще, а я не могу спокойно выйти на улицу сейчас, потому что я действительно переживаю, что я уеду после моей прогулки или встречи с друзьями не домой, а на Крестино или еще куда-то. Последнее время поймала себя на мысли, что мы думаем о том, как нам страшно ходить по улице, как нас окружает какое-то зло, а на самом деле... Ведь это выборы не про это. Выборы не против кого-то, а выбор за. Мы стали бояться делать добрые дела, оглядываться, кто про нас подумает, правильно ли ты поставил подпись где-либо. Беларусь не про это. Есть надежда что-то поменять в будущем. Очень хотелось бы, чтобы между нами и между властью был диалог, было понимание, чтобы обе стороны слышали друг друга. Надежда на какое-то лучшее будущее для ребенка, чтобы он не боялся гулять на улице, чтобы мог выбрать любую профессию, он мог выбрать любое место для учебы. Чтобы не было переживаний конкретно за него, что он куда-то пойдет, когда подрастет и может не вернуться домой вечером. Мне хотелось поставить подпись в поддержку его. Меня удивил такой подход не свержения, не противопоставления, а именно подход объединения. Все его мировоззрение как-то легло именно на мое. Я нашла близкого по духу, по мироощущению. Вот эта вот любовь безграничная, помощь ближним. С этим фондом Шанс я много слышала о нем. И площадка Мола-Мола. Вот эта с ковидом ситуация в стране действительно показала, что кроме нас никто не решит ничего, пока мы все вместе не возьмемся и не будем помогать друг другу. Я знала, что он приобретал картины, что Белгазпромбанк пополнял коллекцию, включенную в мировое наследие. Я посещала эту галерею, и я считаю, это очень хорошая инициатива. Особенно меня радует, что там можно увидеть, можно было увидеть полотна наших мастеров, которых нет нигде больше в Беларуси. Это все-таки наше наследие. Я была очень рада, когда его привезли к нам, можно сказать, вернули домой. И то, что сейчас мы не можем на него посмотреть вживую, это плохо. Каким должен быть президент? В первую очередь, наверное, человеком, который уважает людей, которые окружают его, который уважает свой народ, на которого приятно смотреть, которого приятно слушать, когда есть уверенность, что с ним можно построить диалог. Честно, я была очень аполитична и никогда особо не придавала этому столько значения. А сейчас мне кажется, что кто бы ни избрался. То есть мы уже будем по-другому смотреть друг на друга, наверное. Насаженная мысль, что мы ничего не можем сделать. А оказывается, можем. Мы просто можем помочь друг другу, выразить любовь, понимание, оказать поддержку. Который не унижает свой народ. Президент, который не ворует у своего народа. И президент, который защищает свой народ. Когда случаются какие-то кризисы, очень показательный кризис случился весной с пандемией. Я в это время, например, находилась за границей. И я боялась возвращаться. Потому что здесь информация скрывается, непонятно, что происходит. И такая вот ирония, что у нас все время все хотят что-то отобрать и запретить. Но вот это сердечко стало таким символом, что его можно вычеркнуть, не разрешать печатать. Но мы теперь будем вспоминать сердечко и думать о том, что мы вместе, допустим. Мы его будем лишний раз рисовать и просто вспоминать о друг друге, о добрых делах. Открытка — это не единственное, что каждый из нас может сделать. Но я думаю, что тут каждый должен действовать по мере своих сил и возможностей. Но да, и планирую, в принципе, наверное, еще отправить несколько открыток в ближайшее время. Хотя хотелось бы, чтобы не понадобилось.